Всем привет, друзья! Вы на канале Столица Мира. Меня зовут Толя, я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Но сейчас я нахожусь в Нью-Йорке, и в этом выпуске я хочу вам показать немного необычный Нью-Йорк, не такой, каким вы его привыкли видеть, не каменные джунгли с небоскребами, а что-то более интересное. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Нью-Йорк состоит из пяти больших районов. По-английски это называется Boroughs, то есть это не совсем район, а именно какие-то большие крупные районы, по сути бывшие города. Пять районов Нью-Йорка это собственно Манхэттен, Бронкс, Бруклин, Квинс и Стейтен Айленд. И сейчас мы находимся в Бруклине. Бруклин является самым населенным районом Нью-Йорка, тут проживает больше двух с половиной миллионов человек. И сейчас я нахожусь в таком, знаете, административном центре, потому что Бруклин на самом деле гигантский, он очень большой, у него тоже там своя богатая история. Но я вам советую посетить район Borough Hall. Borough Hall это мэрия района, она находится вот сзади меня. Здесь тоже есть свои небоскребы. Чем этот район интересен? Тем, что отсюда очень легко быстро добраться до Бруклин-Бридж. То есть здесь можно пешком пройти, подняться на него. Здесь также есть очень классный район Дамбо, здесь недалеко. Такой, знаете, хипстерский район, очень креативный. И там есть много улиц, где прям проводят фотосессии на фоне Манхэттенского и Бруклинского моста. Поэтому прям спокойно переезжайте сюда на станцию J-стрит или Borough Hall. Гуляйте, проходите. Здесь очень прикольная атмосфера. Это тоже очень сильно отличается от того, что вы видите на Манхэттене. Не стесняйтесь уезжать за пределы Манхэттена, если будете здесь. Потому что Нью-Йорк это не Манхэттен. Он намного больше, намного интереснее, чем кажется с картинки. Наверное, один из самых популярных стереотипов об Америке заключается в том, что большинство людей здесь живет в небоскребах. И вообще, у очень многих людей, благодаря кинематографу и какому-то вот образу в культуре, Америка ассоциируется с небоскребами. Но правда заключается в том, и как бы Нью-Йорк не исключение, в том, что в Америке люди в основном живут не в небоскребах. Даже больше вам скажу, Манхэттен, это не весь Нью-Йорк. Большая часть людей в Нью-Йорке, в городе Нью-Йорк, живет не на Манхэттене, не среди небоскребов, а вот в таких вот обычных домах. Кто-то живет в частных домах, кто-то в малоэтажных многоквартирных домах. И большая часть Нью-Йорка, я бы сказал, там 80% всей территории города Нью-Йорк, там нету небоскребов. Вы их просто не увидите. И этого очень многие не понимают. И когда едут в Америку, они строят какие-то завышенные ожидания, что сейчас приедут в страну небоскребов. Но Америка, честно, не страна небоскребов. Мне кажется, сейчас уже Китай и вообще в целом Азия, это больше такой, знаете, регион небоскребов, чем Америка. В Америке небоскребов на самом деле почти нет, если вот сравнивать с азиатскими странами. Настоящий Нью-Йорк, он вот такой. Малоэтажная застройка, небольшие домики. Да, чуть-чуть больше машин, чем в Лос-Анджелесе, в парковках улицы чуть уже. Но в целом, такой спальные районы Америки, они почти везде одинаковые. И Нью-Йорк здесь не исключение. Вообще, именно этим Нью-Йорк и уникален, что это не просто Манхэттен с небоскребами, а это 5 огромных городов, и внутри которого районы могут радикально отличаться друг от друга. Просто перейдя одну улицу, вы можете оказаться в абсолютно другом по атмосфере месте. Вроде в одном районе может вонять, могут быть бомжи, как-то все грязно. Приходит в другой район, там все чистенько, стильненько, ходят приятные люди, даже дышатся по-другому. Я не знаю, как это так получается, но из-за того, что в Нью-Йорк это такой плавильный котел культур, где сконцентрировано очень много разных народов, разных культур, разных кухонь со всего мира, то каждая субкультура, каждый народ, он привносит что-то свое в каждый из районов Нью-Йорка, что и делает его поистине уникальным. Вот это все сочетание архитектуры, когда у вас здания столетней давности соседствуют с небоскребами, с какими-то там зданиями 50-х годов, мосты там причудливой архитектурной формы, разные арт-инсталляции, в общем, чего здесь только нет. Этим, на самом деле, Нью-Йорк и уникален, и, наверное, никакого другого города точно уж в Америке, и, наверное, в мире подобного Нью-Йорку вы не найдете, потому что здесь есть все. Есть даже такая поговорка, что в Нью-Йорке можно найти абсолютно все, что можно найти в любой точке мира. То есть, если вы хотите там какие-нибудь марокканский чайник и какую-нибудь эфиопскую еду поесть, то спокойно в Нью-Йорке вы это найдете. Все то же самое, что касается России, постсоветского пространства, абсолютно все из наших краев здесь можно очень легко найти. Здесь даже есть специальный район для этого. Еще одна лично для меня удивительная особенность Нью-Йорка, это в том, насколько же город живой. Не в том плане, что здесь постоянно что-то происходит, а в том плане, как он меняется. То есть, наверняка бы все слышали про то, что здесь там где-то много итальянцев, потому что вы смотрели какие-то фильмы про итальянскую мафию из Нью-Йорка. Так вот, я вам хочу сказать, что итальянцев в Нью-Йорке почти не осталось, потому что тут есть район Маленькая Италия, но несмотря на то, что он так называется, фактически это Чайна Таун. Там все китайцы и все на китайском. То есть, этот район реально поглотил китайский район. И так здесь совсем. Если бы мы оказались в Нью-Йорке сто лет назад и прошлись бы там, не знаю, по Бродвее, то мы бы услышали немецкую речь, ирландскую речь, итальянскую речь. Сейчас же все по-другому. Сейчас мы скорее услышим китайскую речь, испанскую речь, какую-нибудь арабскую речь, английскую, естественно. Но то есть вот тех старых национальных районов больше нет, потому что потомки тех иммигрантов, они уже стали американцами, они уехали из своих национальных районов, и эти районы перестали быть национальными, либо их заменила какая-то другая национальность. И так здесь в Нью-Йорке абсолютно совсем. То есть вот это мне безумно нравится. Все вы знаете про район Брайтон-Бич. На канале выйдет второе видео, где мы расскажем про метро и про район Брайтон-Бич, и про то, как устроена пожарная служба в Нью-Йорке. Все вы знаете район Брайтон-Бич и думаете, что вот это такой русский район. Так вот я вам хочу сказать, что этому району осталось буквально лет 10, может быть 20-30 лет, и все. И он перестанет быть русским. То есть там, возможно, заселится кто-то другой. И это нормально, потому что новое поколение вырастает, оно оттуда уезжает, старое поколение умирает, и все. Народ заселяется другими людьми. И так происходило с абсолютно всеми районами Нью-Йорка. И это мне очень нравится, потому что видно, что город живет. Да, он может чуть халатно относиться к своей истории, но Нью-Йорк такая прям как живая картина, знаете. Постоянно ее части какие-то меняются, и это лично меня завораживает. Сейчас на набережной у Брукнинского моста. Здесь разбили парк на месте старых доков. Тоже очень хорошее место для прогулок. Конечно, я, наверное, никогда в жизни не забуду, когда первый раз увидел Манхэттен, вот этот вот вид за спиной. Конечно, Нью-Йорк поражается своими масштабами, потому что удивительно смотреть вот на это, понимая, что раньше здесь были леса и болота, а сейчас человек это превратил вот в такое нагромождение зданий разных архитектурных стилей. И реально вот в Нью-Йорке кажется, что нет ничего невозможного. Прям вот то, что человек способен на все, если поставил свою цель. Поэтому город невероятно мотивирует. Очень здесь прям такая рабочая атмосфера. Хочется что-то делать, что-то масштабное, большое, взмывать до небес. Однозначно, если вы ищете такого чувства, то приезжайте в Нью-Йорк, увидьте Манхэттен и никогда в жизни больше не забудете этот момент. Как вы видите, я нахожусь выше уровня земли. Сзади меня Манхэттен. Мы находимся сейчас в таком как бы мидтауне, то есть посередине Манхэттена. Идем в сторону юга, в сторону Уолл-стрит. И я нахожусь, наверное, в самом крутом уличном городском парке в мире, который, ну, несколько раз таким признавали. И те, кто меня смотрит из Москвы, наверняка вам будет интересно узнать, что вот этот парк, который называется Хайлайн, его в Нью-Йорке проектировало тоже архитектурное бюро, что и парк Зарядье в Москве. В чем его особенность? Долгое время в Нью-Йорке была железная дорога. Не только на уровне земли, но и поднятая над уровнем земли. Какая-то железная дорога провозила только грузы, другая перевозила пассажиров. Но потом большую часть железной дороги убрали под землю. Так, собственно, в Нью-Йорке появилось метро. Но вплоть до 60-х, там до 50-х годов очень много грузовых линий оставалось в Нью-Йорке, и они продолжали существовать. Потом это все ушло в упадок, так как стали переносить все эти вот линии грузовых железных дорог за пределы города или также прятать это все под землю. И одна из таких железных дорог, она стояла там десятки лет, неиспользованной, прямо в центре города, на Манхэттене. И она стала зарастать травой, стала приходить в упадок и всячески портила облик города. В итоге, в начале 2000-х власти решили с этим что-то сделать, объявили конкурс, и архитектурное бюро, вот это вот, оно предложило превратить железную дорогу, которая идет через Манхэттен, в городской парк. И, собственно, они это сделали. В 2014 году открылась большая часть парка, в этом году его уже окончательно достраивают. И это, друзья, что-то просто нереальное. Потому что реально прям в самом центре города появился парк, они здесь посадили растения, сделали очень прикольный такой ландшафтный дизайн. Здесь перепады уровней, можно вот, например, подняться. Сейчас, смотрите, сделали тут такие, знаете, специальные площадки. И можно подняться над городом, посмотреть, поснимать виды. Многие фоткают. В общем, ну, очень прикольно, мне очень нравится. Такой вот парк. Что самое интересное, вокруг этого парка сразу выросла новая абсолютно инфраструктура. То есть здесь начали появляться рекламные баннеры местных кафешек, каких-то малых бизнесов, выросли новые апартмент-билдинги. И вся реклама расположена на уровне хайлайн-парка. Что, в общем, ну, очень-очень прикольно. И все районы, через которые проходил хайлайн-парк, они сразу облагородились, там начали открываться какие-то такие креативные магазины, прикольные кафе, рестораны. Потому что вы, как бы, поднимаетесь и можете спуститься в нескольких местах. То есть он довольно долго идет, по-моему, 2,5 километра. И тут, ну, много разных вещей, которые вы можете посмотреть. Помимо ландшафтного дизайна, здесь также много современного искусства, разных инсталляций. Какие-то прям вообще совсем странные, какие-то не очень прикольные, креативные. В общем, здесь чистенько убирают. Прям, знаете, такой новый уровень знакомства с городом. Я бы это так назвал. Потому что даже если вы просто спуститесь, здесь сразу другая атмосфера. А когда вы поднимаетесь, идете как бы над этим шумным мегаполисом, над этой шумной дорогой, то прям можете по-другому познакомиться с городом. Поэтому, ребят, если вам понравилось Зарядье, которое проектировала та же самая компания, то обязательно приезжайте сюда. Но даже если вы не были в Зарядье, будете в Нью-Йорке, обязательно сюда приходите. Это очень нетипичное место. Оно, как вы знаете, не с картинки, но невероятно атмосферное. И позволит вам по-другому взглянуть на Нью-Йорк. Хочешь самостоятельно поехать в Штаты, но думаешь, что не получишь визу? Сейчас самое лучшее время для подачи на американскую визу. Переходи по ссылке в описании и записывайся на мой онлайн интенсив, в ходе которого я буквально за руку проведу тебя по всем этапам получения визы. И в результате ты сможешь получить ее, даже если твои шансы сейчас низкие. Поспеши, цены скоро вырастут. Так, а сейчас, друзья, мы пришли в район Greenwich Village. Он находится тоже в нижней части Манхэттена. Как видите, это такой очень домашний, очень уютный такой райончик. Здесь дома из такого темно-красного кирпича. Многие дороги вымощены кирпичом. Вообще, очень атмосферно. Здесь очень много кафешек сейчас. Очень много интересных, концептуальных ресторанов, заведений. И я бы сказал, что это мой самый любимый район, где мне очень комфортно гулять пешком. Потому что, если вот туда подходить ближе к Таймсквер, к центру, там столько народу. Там шумно, там вообще. Ну, то есть, нереально нормально прогуляться. Потому что все давит. Вот, смотрите, брусчатка кирпичная. Очень круто. Этот район Greenwich Village известен несколькими вещами. В первую очередь, в 20 веке он стал таким, знаете, центром, куда съезжала вся культурная богема. Здесь же жило очень много художников, писателей. В 50-х, 60-х здесь зародилось вообще современное ЛГБТ-движение. Я об этом рассказывал как раз в видео с гей-парада в Лос-Анджелесе. Это вот здесь все произошло, вся эта стычка в баре. Также здесь Greenwich Village считается местом рождения контр-культуры 60-х годов. Как раз это движение хиппи против войны. Когда отрицали все старые культурные ценности, это вот все появилось здесь, на восточном побережье. Greenwich Village в Нью-Йорке стала как бы столицей этого движения. Ну, еще чем известен этот район, это тем, что именно здесь, по сериалу «Друзья», здесь жили главные герои. Знаменитый дом их находится именно здесь. И кафе тоже по сюжету находится здесь. Конечно, снимали все это все равно в Лос-Анджелесе, в студии. Но это уже магия кино, и по сюжету они все живут здесь, ходят, условно говоря, во все вот эти кафешки, и здесь проводят свой досуг. И именно в связи с этим сериал в свое время сильно критиковали, потому что не верили, что герои, работая на тех работах, на которых они работали, они вряд ли бы могли себе позволить здесь квартиры. Потому что здесь снять квартиру будет стоить, ну, минимум, там, 4 тысячи долларов. При этом все это все старые домики. Как видите, это старые дома с этими вот пожарными лестницами. Чтобы вы понимали, что такое старые дома в Нью-Йорке, это очень узкие коридорчики, узкие комнаты, очень узкая кухня. Там реально не ужаться. И поэтому, ну, многие зрители, кто знают, что такое Гринвич Виллаж в Нью-Йорке, очень сомневались, что герои сериала «Друзья» могли бы себе позволить здесь жить. Следующий район, который обязателен к посещению, если вы хотите посмотреть на Нью-Йорк с другой стороны, это район Соха. Он также находится в Южном Манхэттене. И наверняка вы слышали это сочетание Соха в названии разных там заведений, разных мест в ваших городах в Москве, уж точно, я думаю, поймете. Мало кто знает, что значит Соха. Так вот, этот район получил свое имя от фразы «South of Houston Street». К югу от улицы Хьюстона. То есть South и Хьюстон, первые две буквы этих двух слов, они, собственно, и создали название этого района. Соха. Чем знаменит этот район? Он знаменит тем, что это главный такой, самый модный район Нью-Йорка. Здесь продается одежда каких-то известных и не очень известных дизайнеров. Здесь очень много галерей искусства, такого тоже очень высокого уровня здесь проводится, очень много благотворительных вечеров. То есть, знаете, такое, как бы, высокая мода, высокое искусство, разные галереи, музеи современного искусства. Здесь вот это все есть. Здесь также офис и дом Кейси Нейстета находится. Кто не знает, это один из самых таких популярных блогеров вообще в мире. И, если интересно, то здесь цена на однокомнатную квартиру может доходить до 5 тысяч долларов в месяц. Ну, а, соответственно, если покупать, то это несколько миллионов долларов. Также здесь очень много кафешек. Здесь довольно активная ночная жизнь, поэтому советую сюда ехать ближе к вечеру, садиться в какое-то кафе, посидеть. Потом, если хочется каких-то развлечений, то уже пойти искать. Здесь очень уютные улицы. Вообще, как в Гринвич-Вилледже вы точно себе что-то найдете. Конечно же, нельзя посетить Нью-Йорк и не пойти на знаменитый Бруклинский мост. Друзья, вот эта огромная махина, вся эта вот конструкция, где я сейчас нахожусь, она была построена в 1869 году. Вы только представьте. То есть, там, в России совсем недавно крепостное право отменили. В самой Америке только 4 года, как закончилась гражданская война между Севером и Югом. То есть, вот эта вот часть города, Бруклин, была деревней. Вот эта вот часть города, Манхэттен, вообще тоже была деревней. Никаких небоскребов даже в мыслях еще не было. И здесь соорудили вот такую вот громадину. Вот вы только посмотрите. Не знаю, у меня просто, ну, в голове это не складывается. Как так? Вообще, как они это сделали в то время? Построили. Это до сих пор стоит. Сам мост, он состоит из двух частей. Два уровня на нем. То есть, на верхнем уровне для пешеходов, а для нижнем уровне для машин. Но при этом, вы только задумайтесь, вот этот вот нижний уровень с машинами, он появился недавно. То есть, специально предполагалось его сделать таким, чтобы тут ходили лошади. А сверху ходили пешеходы между Бруклином и Манхэттеном. Кстати, Бруклин тогда еще считался отдельным городом. Ну и, конечно, друзья, здесь открывается просто невероятный вид на Манхэттен, на вот нижнюю часть Манхэттена, на финансовый район. За моей спиной Всемирный торговый центр, все вот эти здания, Уолл-стрит. А вот там вот с той стороны видно даже статую свободы. Не знаю, как вам это видно или нет. Но, в общем, нереальный вид для фотографий. Просто посмотреть, вдохновиться, восхититься вообще этим необыкновенным городом. Прям вот must have к посещению. Не знаю, знаете вы или нет, но статуя свободы, которая вот там такая маленькая, она на самом деле находится не в штате Нью-Йорк, а в штате Нью-Джерси. Поэтому, если вы берете экскурсию и едете туда, то вы покидаете штат Нью-Йорк и въезжаете в штат Нью-Джерси. Ну что, друзья, мы с вами пришли уже на самую южную часть Манхэттена. Это финансовый квартал Financial District. Также его иногда просто называют Wall Street. Здесь сосредоточены все главные там банки. Здесь Нью-Йоркская биржа. Здесь вот Всемирный торговый центр, где мы, кстати, сейчас находимся. Сзади меня очень крутое здание торгового центра и вообще транспортно-пересадочного узла, который проектировал Сантьяго Калатрава. Один из, наверное, самых выдающихся современных архитекторов. Мы туда еще зайдем. А внутри этот вот Oculus, который спроектировал Сантьяго Калатрава. Он, конечно, выглядит, ну, просто какой-то космический корабль. Сложно вообще поверить, что это, ну, по сути, просто торговый центр и станция метро, и, по-моему, станция поезда, который идет в Нью-Джерси. Да, то есть вот и все. Но при этом такое крутое здание. Я не знаю, как будто реально находишься в космическом корабле. Очень круто. Я здесь был первый раз, когда его только-только открыли для посетителей. Еще не было никаких магазинов. Сейчас здесь очень много магазинов одежды. Здесь огромный двухэтажный Apple Store. В общем, куча всего. И, ну, сложно поверить, что это просто вот для торговли и для транспорта. В общем, тоже обязательно посетите. Сейчас я нахожусь на мемориале, посвященном 11 сентября. То есть вот прямо здесь, по периметру башен-близнецов, построили огромные, такие, знаете, фонтаны. Здесь написаны имена погибших. Погибло тогда, в 2001 году, почти 3000 человек. Сейчас здесь мемориальный комплекс такой, на мой взгляд, выглядит очень мощно. Нет, знаете, помпезности. То есть здесь, ну, действительно, настоящие пропорции все сохранены. Ощущается такая, знаете, тяжесть того, что здесь произошло. Для нью-йоркцев это настоящая трагедия. Здесь вот, ну, для города все разделилось на до и после. Потому что абсолютно все здесь могут вспомнить, что они делали, где они были, когда это произошло. Поэтому это прям настоящая такая городская трагедия. Здесь также есть музей. Он вот сзади меня находится. Здесь стояла одна башня, а вон там стояла другая. Конечно, очень мощно это все выглядит. При этом сделано без особо какого-то пафоса. То есть очень так строго, но стильно. И, ну, очень подходит городу. Также здесь вот сзади меня, вот здесь много разных зданий. Вот это здание, четко сзади меня, которое находится, оно называется One World Trade Center. Это новый всемирный торговый центр. Здесь это целый комплекс зданий. Уже, по-моему, построено 4, 4 или 5 зданий, но строится еще больше. То есть всемирный торговый центр его восстанавливают. Его уже почти полностью восстановили. И на вот этом вот здании One World Trade Center сейчас работает очень крутая смотровая площадка. Американцы вообще любят делать эти штуки. Там все это тоже сделано в формате шоу с таким, знаете, с очень хорошим вкусом, очень масштабно. Очень захватывает дух. Поэтому, если будете в Нью-Йорке, обязательно поднимитесь на эту One World Trade Center. Я бы даже вам, наверное, сказал бы так. Вы можете даже не подниматься на Empire State Building, но вам нужно подняться на One World Trade Center. Потому что это очень современно и очень классно. Тоже доставляет очень много эмоций и впечатлений. Если говорить про историю Нью-Йорка, то, как вы знаете, Нью-Йорк основали голландцы. По-моему, в 17 веке. И границы того Нью-Йорка, он, кстати, тогда назывался не Нью-Йорк, то есть не Новый Йорк, а Новый Амстердам. Потому что, ну, логично, это же голландцы. И границы Нового Амстердама тогда проходили четко по Уолл-стрит. То есть по самой южной части нынешнего Манхэттена. То есть Новый Амстердам был очень маленьким городком. И как вы думаете, почему Уолл-стрит называется Уолл-стрит? То есть, ну, улица стены. Потому что прямо по этой улице, по Уолл-стрит, находилась крепостная стена. И это была границей города. Вот так. А сейчас это финансовый район и, как говорят, финансовая столица мира. Кстати, к вопросу о бездуховности американцев. Интересный факт. Здесь вот прямо у Всемирного торгового центра скоро заканчивают строить настоящий греческий православный храм. Вот так. Ну, вот все, друзья. Мы на знаменитой Уолл-стрит. Сзади меня знаменитая Нью-Йоркская биржа. То есть основной кадр всегда. Все выпуски новостей, если снимают. Они снимают где-то вот отсюда. Показывают вот эту улицу, Нью-Йоркскую биржу. А сзади меня здание. И там памятник Джорджу Вашингтону. Это место его инаугурации. Когда Америка наконец-таки обрела независимость от Великобритании. Перестала быть колонией. То именно вот здесь, в этом здании проводилась первая инаугурация американского президента Джорджа Вашингтона. И это здание, оно было первым капитолием США, где заседал Конгресс. Так что этот район очень важный. И в целом, то есть Нью-Йорк можно считать, ну, чуть ли не оригинальной столицей США. Которая, конечно, потом была перенесена в Филадельфию. Но, тем не менее, вот она биржа. Здесь вот куются деньги мира. Решаются все финансовые дела вот в этих вот зданиях. Выглядит, конечно, ну, захватывающе. Прям дух захватывает. Очень необычно. Здесь атмосфера еще, улица пешеходная. Вокруг снуют люди в костюмах. Офисные работники, финансисты. Очень прикольно. Ну, вот, друзья, мы и добрались до знаменитой площади Times Square, названной в честь здания газеты New York Times, которая открыла здесь свою штаб-квартиру в 1904 году. Сейчас же это место, оно известно на весь мир. Его называют центром мира, перекрестками миров. В общем, невероятно впечатляющее место. Сейчас оно пристрит рекламой. Но самое удивительное, что даже каких-то там 80 лет назад тут было все примерно то же самое. Тоже было куча огней, куча рекламы. В книге «Одноэтажная Америка» Ильфа Петров очень четко описали нынешний Times Square, что удивительно. Хотя они были здесь, по-моему, в 20-х. или 30-х годах. Конечно, ночью он выглядит наиболее впечатляюще, но днем тоже он заставляет вас ахнуть, когда вы сюда попадаете. В общем, очень классное место. И, ну, нельзя, наверное, посетить New York и не прийти на Times Square. Но, чтобы вы знали, для местных это что-то типа Красной площади или там Кремля для москвичей. То есть сюда из местных мало кто ходит, потому что здесь шумно, здесь очень много туристов, здесь много каких-то странных личностей прохлаждается, слишком шумно все это давит, и настоящие нью-йоркцы сюда особо не ходят. Но, как турист, нельзя сюда не сходить, нельзя не пофоткаться, потому что, конечно, масштабы рекламы, куча экранов, ну, это просто поражает. И я, наверное, тоже на всю жизнь запомню тот момент, когда я впервые оказался на Times Square, посмотрел вот на это вот все и просто, ну, обомлел. Поэтому Times Square однозначно надо посетить. Ну все, друзья, вот, собственно, на Times Square заканчиваем наш выпуск про Нью-Йорк. Надеюсь, вы узнаете для себя что-то интересное и все-таки посмотрели на Нью-Йорк чуть-чуть под другим углом, а не так, как вы видели его в фильмах, там на каких-то картинках, в журналах, на фотографиях. Вот, поэтому ставьте лайк, если вам понравилось. Напишите в комментариях, какой из районов Нью-Йорка вы бы хотели посетить в первую очередь. Не забудьте подписаться на мой Instagram, чтобы увидеть больше подробностей из моей обыденной жизни в Лос-Анджелесе. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями и до скорых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!